Всем привет! И мне вообще не верится, что я снимаю уже второй влог. Наконец-то я вхожу в привычное русло жизни и начинаю искать маленькие окошечки свободного времени, как бы для себя, чисто поснимать, в удовольствие. Я только что вышла с душа, у меня чистые волосы, не обращайте внимания на такой кипиш на голове, пока он не мне подсыхает. Я хотела поделиться с вами какими-то новыми событиями с нашей жизни. У нас скоро с Серегой первая годовщина свадьбы, и они верятся, что уже прошел целый год, вот серьезно, как будто пару месяцев с момента свадьбы. Но тем не менее, я вот решила хоть как-нибудь подготовиться, и как по мне, это отличный повод, чтобы немножечко прихорошиться и раз хотя бы в год надеть каблуки. Я тут ищу активно очень платья на сайтах, в данном случае по магазинам не вариант ходить. Мы там, если что, это Макс на фоне, я периодически останавливаю съемку, чтобы он вам не мешал. Было у меня хорошо слышно. В общем, зачем я закончила? Так вот, в магазинах вообще ничего нет. Там одна синтетика китайская, и это, честно, очень печально. Я не знаю, это везде, во всех магазинах так или в тех, что мне попадались. Но, во всяком случае, у нас вообще ничего нет. Даже, ну, приблизительно, даже пусть немножко дороже, все равно нереально найти что-то приличное. В общем, я тут полазила по интернет-магазинах наших украинских производителей, ну, потому что, как бы, платье собираюсь надеть один или два раза, зачем мне переплачивать. Я решила взять что-то поскромнее в плане бюджета, да, и, ну, все-таки я хочу что-то классическое более. Я тут недавно оформляла заказ на сайте Гипюр. Кто знает, из девочек заказывали уже там платье, у них там очень активно рекламируется этот сайт. В общем, я заказала там две модели, и ни одна мне не подошла. Это был какой-то тихий ужас, потому что, ну, качество такое, как с Алиэкспресса, может, еще и хуже. Там торчащие нитки у меня вот были, я один раз надела платье, мне сразу же отпала пуговица. Я, конечно, написала это все на сайте, потому что, ну, это странно, потому что платье не стоило 5 копеек, это там была стандартная нормальная цена. В общем, качество очень печальное. Я, скорее всего, на Гипюре больше заказывать не буду, заказала на Максимонде и на каком-то еще сайте уже не помню. В общем, я заказала 4 модели платьев, и мне даже будет интересно посмотреть ожидание реальность. Я для вас засниму тоже ролик, покажу, как это выглядит на фотографиях, как это выглядит на мне. И чтобы вы понимали, что не только китайцы могут наплошать с качеством. В общем, хотя, наверное, стоит надеяться на то, что будет что-нибудь нормальное. В общем, я жду вот этих две посылки, и посмотрим, что в итоге мне придет. Кстати, кто меня спрашивал по поводу вот этой лампы на фотографии, в Инстаграме, может, вы ее видели. И мы заказывали ее на сайте Эпицентра. Вообще, это Икея-производитель. Очень прикольная лампа. И мне очень нравится, что она не круглая, да, стандартная, а такая, как квадрат. И мы там еще заказали рамку, там оформили фотографии. В общем, как-нибудь вам расскажу об этом поподробнее, как только я закончу. Я здесь случайно открыла свою шухляду с косметикой. Очень удивлена вот этому вот всему положению дел. Здесь просто откровенный бардак. Локи, ну, вот как всегда, вот вечно ты везде в кадре постоянно... Куда ты лезешь? Вот куда можно лезть? Где он там вообще находит свободное пространство, чтобы засунуть туда лапу? Вот, просто нет слов. Так вот, Локи, отойди, уберись. Господи, я тут нашла две коробочки. О, господи. Я вам еще не успела их показать, потому что они мне пришли во время пандемии. И на всякий случай я обработала уже все от образинифицированной упаковочки. В общем, это косметика с Китая. Вот это фирмы, Малет Пеппер. Господи, Локи, вылезь оттуда. Господи. Только посмотрите на вот эти вот упаковки. Вот так это открывается. И внутри здесь палетка. Уже с моими отпечатками пальцев. Ну, тем не менее. Сейчас вам покажу. Вот, здесь такой камешек объемный. Красивое оформление, конечно. И мы сейчас ее посмотрим, откроем. Гляньте, какие цвета. Так, здесь защитная пленка с названиями оттенков. А это что? А, здесь у нас такие вот кисточки. Боже, какая красота. И вторая упаковочка. Это губная помадка. Вот так тоже упаковано красиво. Что здесь у нас? А ну-ка. Боже. Я так люблю, когда красиво все оформлено. Прям одно удовольствие, слушайте. Боже, какой красивый футлярчик. Честно, стремно все это, конечно, открывать. Ну, дико интересно. Вот такой вот оттенок. Темный. Такой осенний, я бы сказала. Так. И сейчас я вам покажу этого всего сводчики. И вот такая вот красота. Посмотрите на вот эти вот шиммеры. Они просто шикарные. Матовая слегка слабее. Особенно бирюзовая. Видите, практически не перенесся. Зеленый, синий, желтый. Как неудивительно. Очень даже достойно выглядят. Но шиммеры. Просто нечто. Вот. Будем пробовать что-то красить. И вот, собственно, такой вот цвет помады. Сама текстура довольно сухая. Скорее всего, матовый финиш. Но цвет, как по мне, равномерный. Красивый. Такой очень осенний. Кирпично-бордовый, я бы сказала. Сегодня, как и всегда, мы готовим Максику прикорм. И заодно хочу вам показать наш новый блендер-пароварку. Если вкратце, прикорм это введение новых продуктов в рацион ребенка после 6 месяцев. Они все пюреобразные такие. В основном это овощи. Вводятся по очереди. Сейчас у нас у Макса 3 разных овоща. Это цукини, кабачок, чуть-чуть морковки и совсем немножечко картошки. Он ее не очень любит. Значит, как это работает? Я все порезала. Кубиками вот такими сантиметровыми закидываю сюда. Это, кстати, фирма Avent. Мы на нее очень конкретно подсели. У нас это фирмой стерилизатор. И бутылочки есть, и соски. В общем, пока нам все нравится. Засыпаю все это прямо сюда. Это, конечно, много, но остаток я съедаю сама. Потому что это мега полезно. Приготовлены на пару овощи еще и в таком вот виде. Значит, закрываем крышечкой. Давайте сюда переместимся. Вот, собственно, база. Сюда я уже налила водички до отметки. Переворачиваю нашу кружечку, чтобы овощи у нас оказались на сетке. А сверху ножи ставлю. Так, включила в розетку. 15 минут достаточно. Загорается кнопочка. И начинает работать пароварка. Дальше покажу по готовности через 15 минут. Так, пароварка уже пропищала. Значит, все готово. 15 минут прошел таймер. Я выключаю это все. Снимаем. Просто одним движением переворачиваем. Я встряхиваю. Так. Вот оно. Видите, сколько еще водички. Здесь и сока внутри. Ставлю на ту же базу. И проворачиваю здесь до щелчка. Есть. Теперь нажимаю на вот эту кнопочку в средине. И пошел процесс. И, собственно, все уже готово. Такая вот кашка получилась. Высыпаю у Макса тарелочку. Видите, какой цвет. Так. Он все не съест, поэтому оставляю немножко себе. И это вообще тоже будет много. Вот. И ждем, пока это все остынет. Потому что мега горячее. И будем кушать уже серебряной ложечкой все это. И еще по поводу грудного вскармливания и окрашивания волос. Всем огромное спасибо, кто оставил комментарий под прошлым видео. Со словами поздравления с рождением, сыночка. Со словами поддержки. С вашим мнением о том, как мне стоит покрасить волосы. Я всех их прочитала. Мне просто неимоверно приятно. Я уже, честно скажу, выбрала, как я хочу покрасить волосы. Я хочу сделать прикорневое эмилирование. Оно такое очень густое. Посмотрим, что с этого выйдет. Получится ли мне найти удачного, нормального мастера. И еще. По поводу грудного вскармливания и вообще вопроса ухода о новорожденном. Я, честно, не хочу затрагивать особо эту тему. Потому что не всем это интересно. Особенно грудное вскармливание. И да, Нину Зайченко. Я смотрела все видео. У меня на это свое мнение. Если вам интересно об этом послушать, пишите мне в комментариях. Но я думаю, блог не совсем об этом. Нам вчера тут привезли заказ для Локи. И мы впервые заказали вот такую вот когтеточку. Называется она вот так вот. Сэй Мяу. Это какой-то наш стартап, я так понимаю. Смотрите, какая она прикольная. Фактура, как будто вот коробка, да, обычная. Боком мне сюда поставить ее. Вот такая вот. Она здесь мягкая, тоже проминается пальцем. Вот. И Локи вот об нее уже точит. Видите, ноготочки. Локи, тебе понравилась новая когтеточка? Это вот его старая когтеточка. Вместо того, чтобы здесь сточить свои коготки, он это делал вон там. Видите? Тем самым у нас была куча такого вот ворса на полу. Поэтому решили попробовать именно вот такую, как коробка. Кстати, мы Локи переместили на балкон. У нас вот здесь вот уже живет. Все его вещи. Лежаночка, игрушка и мыши. В комплекте был очень красивый конверт. Там такой в виде головы котика открывался он так. Но Серега выбросил вместе с коробкой. Коробка тоже очень красивая была. Остались у нас вот такие антискользяшки, штучки, которые цепляются. Ножки такие силиконовые, чтобы это все вот так вот не ездило. И наклейки крутые. Можно клеить либо на вот эту вот боковую часть, либо же на ноутбук. Короче, обожаю любые начинания, любые статтапы. Я всегда стараюсь поддерживать. Ну что, мне пришли уже первые посылки с платьями. Локи, как всегда. Давайте пару штучек откроем, посмотрим. Итак, первое платье мне пришло с розетки. Это фирма Orsay. И был последний размер, 36-й. Вот такое вот платье я заказала по скидке. Вообще, цена у него была 1100 с чем-то. Но так как последний размер за 500, я его ухватила. Посмотрим по мере. Второе в гипюре я взяла. Все-таки уже очень мне полюбилось одно их платьице. Рискнуть еще раз решила, потому что два предыдущих заказа у меня были неудачных. Я брала в самом маленьком размере S, и мне они были очень большие. Посмотрим. Надеюсь, оно мне подойдет. Очень красивая упаковка. Посмотрите, какая красота. И последняя коробка от магазина Virna. Это украинский бренд. Очень красиво упакована. Вот такая вот ленточка. Здесь их логотип. Мне, честно, жалко распаковывать даже. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Опа, Локи, как всегда, ленточку нашел. Вау, ну прям красиво, слушайте. Здесь я заказала два платья. Вот. И я, наверное, хочу отдельно снять видео с примеркой. Прям фотография модели, как это выглядело в магазине Локи. И по факту. То есть ожидание реальность именно украинских брендов. Ну, кроме розетки North Seat. И там вы мне, кстати, можете написать в комментариях, в каком мне платье лучше пойти на нашу первую годовщину. И уже встретить свое 30-летие. Вот. А пока будем, наверное, заканчивать нашу распаковочку. Оставим маленькую интрижку на следующее видео. Оставим. Оставим.